Музыка Глава Архангельска проверил, как идёт подготовка к Арктическому форуму. Особое внимание аэропорту Талаги именно воздушным путём будут прибывать в наш город иностранные гости. Меняет облик и центр столицы Поморья, сносятся ветхие дома, активно ведётся благоустройство территории. Побывал Игорь Годзиш и на площадке проведения форума. Там все подходы, расчистка набережной, ещё достаточно большой объём работы предстоит. СОФУ готовится, ставятся выставочные павильоны, которые, кстати, надо отметить, что потом пригодятся и городу, как такие спортивно-культурные центры. Сама территория готовится, обустраиваются подъезды. Отставаний в графике пока нет. Все подрядчики сдадут свои объекты в срок. Напомним, в работе Арктического форума примут участие полторы тысячи гостей из 14 стран. Архангельская область присоединилась к всероссийской акции, посвящённой вопросам безопасной работы школьников в сети интернет. Организованы специальные уроки, различные конкурсы, квесты и даже родительские собрания. Особое внимание соцсетям. Сегодня практически у каждого школьника в виртуальном пространстве есть сразу несколько страничек. Как уберечься от различных мошеннических предложений? Как максимально обезопасить свои личные данные и свой аккаунт от взлома? Вот лишь часть тем, которые в первую очередь обсуждаются с юными пользователями сети. Уметь фильтровать информацию, не идти на поводу, уметь себя контролировать. И тогда никакие мошенники, ничего бы они там вам не предлагали, куда бы они вас не втягивали. Если вы будете личностью, будете всё это понимать и осознать, ничего с вами страшного не случится. То есть надо немножко включать голову и учиться на сети. Продавцы, инженеры и даже политики в Архангельске впервые выбрали лучшую поморскую маму. В конкурсе приняли участие более 40 представительниц прекрасной половины человечества. Им пришлось показать себя с разных сторон. Вот, например, как у Пчиха постничала, это кулинарная площадка, где мамы должны вспомнить название постных блюд, почистить апельсин на время, то есть показать свою ловкость. А по здоровому образу жизни у нас площадка «Зелёная баня». Здесь мамы должны будут ответить на вопросы, насколько они хорошо разбираются и в медицине. В итоге лучшей мамой была признана Ирина Куклина. Планируется, что такой конкурс теперь будет проводиться каждый год. Сегодня в 17 часов в Музее изобразительных искусств состоится закрытие Всероссийской художественной выставки «Лики России». Более трёх месяцев она работала на восьми площадках Архангельска и объединила более полутора тысяч лучших мастеров России, раскрывающих в своих работах тему человека в искусстве, самобытность традиций и уникальность мест его проживания. В рамках выставки прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Современное изобразительное искусство России». На площадках были организованы обучающие занятия для школьников и многочисленные экскурсии. Жительница Коныши Наталья Лунёва стала победительницей игры «Поле чудес». В финале она отгадала слово «окурок» и согласилась на суперигру, которую тоже выиграла. По словам Натальи, к этой победе она шла семь лет. В Котласе прошли традиционные чемпионаты и открытое первенство по гиревому спорту. География участников обширна. На соревнования приехали команды из Коныши, Коряжмы, Северо-Онежска, Урдамы и Великого Устюга. Всего 32 участника. Соревнования проводились в номинациях «Двоеборья», «Рыбок», «Жим двух гирей». Прошла и эстафета среди гиревиков. Разнообразные мышцы задействованы, обкачивается сердечно-сосудистая система, дыхательная система. В отличие от других силовых видов спорта, более немножко приближен к силовой выносливости, в данном случае, как к лыжным гонкам и так далее. На соревнованиях было разыграно несколько комплектов наград, а в командной эстафете победу одержали гиревики из Котласа. Сегодня в Архангельске начался Всероссийский фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец». В столицу Поморья прибывают спортсмены из многих регионов России. Соревнования будут проходить в четырех видах спорта – биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и шорт-трек. К участию в фестивале допущены дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Состязания пройдут на стадионе «Динамо» в Архангельске и на лыжном стадионе имени Владимира Кузина в Приморском районе. И о погоде. На начавшейся неделе Архангельская область окажется под влиянием атлантических циклонов. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-6 градусов. Сегодня в столице Поморья ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха 1 градус ниже нуля.